Добрый вечер, боюсь пока здороваюсь только со мной с собой. Мы приветствуем вас на мультистриме, мультистриме двух художниц, одного голоса за кадром. Собственно, тема у нас сегодня достаточно гитовская, человек с подорожником и пока неизвестная женщина. Да, и говорить мы будем много, говорить на русском, объяснять, что девочки рисуют, буду я, меня зовут студентка, просто Сашу можно. И представлю всех, конечно, кто автор этих стримов, иришу корейцу, и расскажи нам, кого ты будешь сам рисовать. Я буду рисовать алую ведьму, только в более таком человеческом виде. В чем будешь рисовать? Фотошоп, фотошоп-мышка, все окей. Почему, почему моя ведьма? У меня он давно, честно, возник, я потому что не узнаю алую ведьму пока. Ну, она тут вообще на самом деле неузнаваемая, это как бы, блин, я не знаю, почему, мне вот так вот захотелось, но почему моя ведьма? Потому что это, наверное, мой следующий такой, мой второй любимый женский персонаж в Марвеле. Угу. Вот, поэтому она. Кто первый? Да. Кто первый? Роуг. Роуг, конечно. One love вообще. Мы не прошли тест, Саша. Как, Настюша, ты должна была прийти тест? Потому что ты должна была. Соответственно, представлю, не знаю, представься, Настя по аккаунте с Айе, если я правильно, конечно, поношу. Настя, она рисует человека с мегаподорожником на голове. Все же, я выбрала, чтобы не смещать. Ну, блин. Кто это? Кто это? Это кто? Я, все стало яснее, да? Короче говоря, это персонаж Mass Effect. Я начала его рисовать, на самом деле, в августе, и с тех пор я его не рисовала, поэтому вообще не понимаю, что происходит. Что-то реально за подорожник у него было. Реально, кто придумал этот подорожник? Ну, это представитель древней расы протеан. Он долго рассказывает, но, в общем, мне он понравился тем, что у него какая-то крутая структура лица, на самом деле, поэтому я не стала человеку рисовать. Думала сделать какую-то серию из Mass Effect, а потом что-то я как-то... Пока мне лень что делать. Собственно, второй гениальный вопрос. Ты же слышишь в фотошопе, правильно? Да. Я, кстати, его рисовала мышкой, а сейчас, наверное, буду на планшете. Это еще усложняется ситуация. А ты первый раз рисовываешь на планшете? Я первый раз рисовала, вообще. Не, не первый. Ну, открытки я все рисовала на планшете. Ну и как это твое ощущение? Ну, не знаю. Ты жалуешься на мои клевые линии, поэтому я не буду тем говорить о моих ощущениях. Ну как, я же это, я же любя. Весьма гиковская получается гиковский мультистрим. Mass Effect и Marvel. И, собственно, Настя, ты обещала какие-то пару очень интересных новостей? Нет, я хотела одну новость сказать, да, которую Иру очень, наверное, порадует. По поводу нелюдей. Ой, как? Что-то мы говорили. Есть во всем слух, что, ну, Вин Дизель может сыграть Черного Грома. Господи, они не могли кого-нибудь нормальнее подобрать? Даже я видела фотки его подделанные под костюмом Черного Грома. Это, конечно, очень смешно смотрится. Блин, Вин Дизель, за что? Ну, знаешь, он там всякие шуточки в Твиттер кидает. Я не особо уверена, что это правда. Я как-то не обрадована тоже, почему-то Вин Дизель. На самом деле, я очень жду, когда снимут нелюдей, если вообще это делают. А когда они? Ну, вроде бы, в 2018-м обещают, но я не уверена. Вопрос, да, кстати, Ира, вот я смотрю на твою ведьму. Она останется из черно-белого варианта или все-таки в тейт? Не, я просто всегда сначала отрисовываю в черно-белом, потом все, в цвет перевожу. Мне просто сначала нужно нарисовать, ну, как бы, вид общий, то есть, как все это будет выглядеть, а потом я уже накладываю цвет. Да. На самом деле, я вообще не уверена, что что-то сегодня произойдет. Это так. В смысле? Вот в какой части сейчас ты рисуешь, Настя? М? Что вот это сделать? Я не знаю вообще, за что взяться. Сейчас бы этот, наш рисовальщик Заневера сказал бы, рисуешь за понемножку. Все, да. Что-то там заковырялось в одном месте. Ну, блин. А ты так или иначе ковыряешься в одном месте. Это перфекционизм, девочки. Да. Ира, вопрос тоже. Изначально ты отрисовываешь на листе бумаги, получается, да? Чем-то рисунки. Ну, когда как? Есть какие-то карандаши, но в основном я либо карандаш, либо лайнер. Карандаш, либо лайнер. И потом каким образом все это попадает? Ну, вообще, если честно, я лох, по идее. Их надо сканировать, но у меня они все просто сфотканы на айфон и все потом закинут на компьютер. То есть это значит разрешение айфона? Да, да. Изначально вообще все началось с гамбита, который я просто нарисовала на бумаге, сфоткала и потом открыла фотошоп и начала рисовать. Все. То есть я знаю, что тебе подарить на следующий день рождения сканер, да? Нет, у меня есть сканер. В том-то и дело, что у меня есть сканер, причем он реально нормальный. Но, как бы, вот, не знаю, что у меня с ним не клеится отношение. Мне лень дойти до него, отсканировать, перекинуть на компьютер, закинуть фотошоп. А так ты, хоп, подсидел телефончик и все, все, здесь фотка, дорабатываешь. Такие дела. Ира, ты сейчас зачищаешь? Нет, я делаю цвет, но, видимо, его плохо видно. Сейчас, короче, сейчас все будет. И видно-видно, но потихонечку видно как-то. Ты решила отсоединить ее бровь? Да. Бровь как-то. Должна быть все-таки отдельно. От чего-нибудь. Бровь. Ира, ты сам в одной кисточке рисуешь? А-а-а... У вас очень похожие кисточки, я вам скажу. Это одна и та же кисточка. Это одна и та же кисточка. Да, не забудьте сохраняться. Это такая святая вещь. Святая вещь, про которую сейчас бывает. Соупинг, Ильиша. Соупинг. Алина. И, кстати, на эти вопросы. Ты тоже изначально отрисовывала что-то на бумажке, или это изначально создано только в компьютере? Я могу даже показать, что у меня изначально было. Короче, вот что у меня в начале было. Я даже скажу, было в начале вот так вот. Азарь тоже из игры, мне мало что говорит. Белый лист? Вау. Вот эта вот сеточка, вот это вот, это вот обучение в художественном вузе, да. Вам Берта Рамос пишет, успокойся, Настя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе, неизвестно кто. Да ты... Спасибо, что это может быть. Спасибо, что это может быть. Я слышала. Кстати, Тихон это Саша, которая помогала печь тортик. Да, потому что следующий стрим будет про выпечку, не еду, потому что это то, что я творю. Нужно пройти проверку. Я не верю, что Тихон существует. В смысле? В смысле, он не существующий? Для кого я готовила торт? Тихон это воображаемый персонаж. Настя что? Съела его в одиночке. Ты съела его в одиночку-то там, небось? Ну все. Мне кажется, мы с вами оперера. Я буду называть вам супергероя, вы будете говорить, знаете мы их или нет. Давай. Только никуда не подгляну. Да, да. Куда мы можем подглянуть? У нас рабочий стол открыт. Знаю. Кстати, у Кевина Бада крутые картинки. Да, кстати. Причем именно с ней у него в последнее время у нас такие достаточно нормальные, с всеми остальными странноватые. Ну дальше. Эмммм. Дун-Дун-Дуган. Ээээ, БАТ? Не представляется, знаете такой рейтер? Да, это. Дун-Дун. Дун-Дун-Дуган. Дуган. Да я тебе говорю. Так, ладно. Мне начинает получаться что-то более-менее похоже на... Вот сейчас глаз же норм, да? Сейчас глаз отличный. И вот у обеих глаза отличные. Слушай, Настюшина, Слушай. Красивые глаза. Только то, что у нее нет губ, меня пугает. У тебя же были хорошие губы. Мне не понравились они. Они были реально крутые. Сорь, они мне не понравились. Нет, я нарисую. Посмотрите на мои. Нет, мои круче. Давай, показывай. Да, сейчас мы учились, она покажет. Что-то вы отставания? Это на каком языке? Нет, в смысле, Vice of Sirius, значит. Нет, в чате написали Vice of Sirius. Войсо. Томми Войсо же. Томми Войсо же. Йотирь Меопард, Лиза. Йотирь Меопард. Йотирь Меопард, Настя, ты всё ещё не нарисовала подорожник. Так. Посмотрите, мне пишет босс. Чё такое, чё происходит? Ой, Саша, 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 кстати, я ж сегодня попробовала твои козули. Козули, козули мои, просто не надо. Ну, козули, архангельские. Ну, эти прянички. Короче, они вкусненькие, мне понравились. Ну, там такой, наверное, глазурь твёрдая, а так печеньки хрустящие. Не, они реально хрустящие, хрустящие. Хрустящие. Они такие миленькие, такие приятненькие. Я ни с кем не делюсь. Типа под кофе такие, типа. Ты и так ни с кем не делишь. Не, обычно я со всеми делюсь, а тут и не со всеми делюсь. А тут ещё, наверное, говоришь, типа, хотите попробовать козелинок? Глядит сам. Волосы в носу нарисуйте, совет пишет в чате. Рисуйте волосы в носу. Настя, что ты рисуешь волосы в носу? У него нос в носу. У него вообще есть нос вообще? Да, есть. Но я покажу вам это когда-нибудь в другой раз. Нет. Да, губки огонь, конечно. У кого? У... У Настя. У Настя. У... Я за ты забыла, какую зовут. Он его зовут Явик. Я хотела сказать Рабик. Лида. Что? Ну... С кем вообще общались? Я не знаю, кто этот человек. Кто этот человек? Это не человек. Это твое альтер-эго. Ну, кстати, да, Явик очень на меня похож. А, то есть там пишут сейчас Явик? Может быть. Нет, я серьезно говорю. Они такие шуточки про то, что вы такие примитивы все делали. Ой, это просто в моем стиле. Нет, давайте, знаете что? Если бы вы были супергероем, какая бы у вас была бы кличка? Просто, не знаю, самый бессивный супергерой — это Акламен. Я бы не знаю, хотела бы быть Акламеном. Нет, вы свою лично придумаете? Я человек-пипец. Я... Как же я сейчас такой супергерой? А ты придумала себе, Настя, вот просто для начала? Да. Нет, а что, Настя, чтобы я вопрос задала? Нет, нет, это то, что вы себе придумали. Просто. Просто супергерой. Супергерой Лень. Лень-супергерой. Я, между прочим, написала курсовую работу на тему Лени. А, ну ты это показывала. И это, да, и это прокатило, и с отличием, и все такое. Так что иногда писать о том, что по-настоящему тебе близко. Акламен. Может мне диплом эту тему написать? Знаете, такое героя Белый Тигр? Нет. Я тоже. Так, Алла-Ведьма может манипулировать событиями реальностью? Да. С 80% вероятностью успеха. Да, это такая. Может, то у нее просто практически безграничные получаются способности? У нее дофига способностей, да. Способность создавать новую мультивселенную. Угу. Место рождения. Трансия. Европа. Рожданство американское. Семейное положение. Не замужем в род занятий. Супергероиде. А ты, кстати, знаешь, кто у нее враг? Нет. А ты знаешь, кто ее отец? И Вижн. Вижн кто? Вижн это ее муж. Вижн это ее муж. Тоже на своем ноутбуке меня устраивает. То, что я вижу на маке, меня не устраивает вообще никаким образом. А у меня какого цвета все? У тебя все такого... Такое темненькое, короче говоря. Короче, темненькое. Ну, короче, просто то же самое, только желтоватое. Я бы тебе запоткала, но я не знаю, что это даст. Да, я вижу тебя. У тебя там целая группами, все прям вообще. Я сама зашла удивилась. Что когда-то я была так аккуратно в паташоперку. Нет, слушай, когда я юзаю что-то по работе, делаю какие-то там штуки, я тоже использую кучу слоев. Че, у кого какой любимый герой в мире варвел? Ну или если DC, то признавайтесь, что DC. Давай, если мы вас на костер не посадим. Нет, я вас и спрашиваю, собственно. Потому что у меня медуза идет. Почему медуза? Потому что она крутая, мне нравится. У меня даже есть из Америки. По-моему, английский. По-моему, музыка громковата. Настюша, колка, шутка. Скажи, кто твои по образованию. Я не нужная радиофизика. Почему? Радиофизики, по-моему, еще романтично. Да. Ну, нужный радиофизик, который делает крутые модели в 3D. Не, ну почему интересно? Физика, математика, меня всегда привлекало не гуманитарное что-нибудь, а инженерное. Не судьба, не судьба. Ну, инженер тут я. Какой ты инженер? Ну, я по образованию инженер. Это поражает. Инженер чего? Технолог. Инженер-технолог. Просто инженер-технолог, это немножко не тот инженер, который имеется в виду. Ну, сварь. Ну, там он тоже... Понятия инженера. Да, инженеров много. Разных. Ну, вообще тоже, да, нечестно. Ты хороший инженер. Какая ты умеешь хорошо рисовать. Да, инженеры, которые хорошо рисуют. Это самые нужные инженеры, которые нужны стране. Вот, тут есть радиофизик, нужное, востребованный. Физик-ядерщик, ты. Собрат. Ну, что, тут все там... У нас клуб любителей радиофизиков тут сейчас организуются? Я вообще просто помолчу тогда. Я рисую юбокер. Уи! 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 Я надеюсь, что все услышат, что мы благодарны им за прослушивание. Уи! 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 Уи!